Всем здравствуйте! Мы решили попробовать новый для нас формат, формат видео, и решили рассказать вам про наш новый мастер-класс для тех, кто хочет продолжить обучение по золоте дальше. Мы покажем, как правильно компоновать орнамент на иконописной доске из отдельных элементов, и как, собственно, эти элементы разрабатывать. Зачем это нужно? Часто даже самые опытные позолотчики не умеют самостоятельно разрабатывать орнамент и пользуются там тремя, пятью, семью готовыми паттернами, которые передаются из поколения в поколение, из года в год, из десятилетия в десятилетие. То есть на абсолютно разных иконах примерно одни и те же орнаменты. То есть они их просто растягивают по размеру под икону, подгоняют и все. То есть самостоятельно разрабатывать это не умеют. Почему? Возможно, это потому, что позолотчик – это часто не художник, а разработка орнамента – это именно художественная составляющая такого процесса. Поэтому им разработать это сделать самостоятельно очень сложно. То есть действительно те такие маститые мастера пользуются одним и тем же из года в год. Мы же с вами, да, мы и художники, и позолотчики, поэтому самостоятельно разработать нам орнамент в принципе не составит большого труда. Главное знать, как это правильно делать, как правильно его компоновать из элементов и как, собственно, эти элементы сами делать. Еще одна частая ошибка, начинающая позолотчик, это когда он хочет взять уже готовый орнамент, да, полностью отрисованный, приставить к доске, все обрисовать и вырезать. Это в корне неправильно, потому что орнамент на доске иконописной – это не цельное изображение, да. Он состоит из многих-многих элементов. Почему люди привыкли так делать? Часто потому, что они художники, иконописцы, и получается, что они привыкли работать с прорезью, когда они прорезь приставили, обрисовали, там вырезали, обрисировка и все остальное. Также вот можно посмотреть, что компоновка состоит из многих-многих элементов, которые мы соединяем на иконописной доске, и полностью ее вкомпоновываем в образ, делаем абрисы, потом к нему уже представляем, какие у нас должны быть элементы, где расположены, какие сначала идут, какие вторым планом, третьим, все идет четко по нашей позиции. То есть у нас есть вот такая вот схема, на которой показано, как правильно компоновать, в какой последовательности. Также из-за того, что мы будем компоновать уже на большой доске, да, то есть я сейчас расскажу, мы этот мастер-класс уже будем проводить на большой доске, где, если до этого мы мастер-классы, да, предыдущие делали на маленьких досточках, они у нас были сделаны для того, чтобы показать технику. Досточки были маленькие, 10 на 13, конечно, там можно было написать икону, но действительно большую красивую работу мы будем делать уже сейчас. Вот, доска у нас будет уже побольше, и там будет не просто позолоченный нимб, мы будем уже делать резьбу на полях, использовать, то есть комбинирование там различных полей, углов, нимбов, различных картушей и прочего-прочего. Вот, после чего мы зальем уже в углах холодной ювелирной эмалью, также в нимбе. Все это делается уже на, в идеале, да, эмаль делается уже на готовое изображение, так как мы икону писать все-таки не будем, икону вы будете писать потом, эмаль мы будем уже подбирать к изображению. Плюс, опять же, да, Наталья говорила, что комбинировать нужно уже непосредственно к самому образу, поэтому мы вам раздадим, где-то у нас будет там штук 5-7-10 различных прорезей, которые мы сами сможем выбрать, и уже от них мы будем их вкомпоновывать в доску. Сначала будем вкомпоновывать прорезь, после чего будем выбирать различные элементы, так как к разной стилистике образа подходят абсолютно разные орнаменты. Вот, мы будем вкомпоновывать, и уже после чего будем золотить. Мастер-класс у нас рассчитан на 2 дня по 6 часов, то есть он такой действительно большой, упорный, но после этого, то есть получается действительно такая большая полноценная работа, которая там, как говорится, ходит на выставку, да, в прямом смысле этого слова. В первый день мы будем как раз заниматься разработкой орнамента, компоновкой, прорезью и нанесем полимент. А на второй день мы уже будем непосредственно золотить, делать чеканку, то есть уже более серьезно, да, то есть не такая чеканка там, просто по ним, а уже именно по доске, как это делается в профессиональных иконописных мастерских, и будем заливать холодной ювелирной эмалью. То есть, как вы видите, требуется достаточно большое количество разных навыков, поэтому на этот мастер-класс мы приглашаем уже тех, кто прошел наши три базовых мастер-класса по гладкой позолоте, по резной позолоте и двойной позолоте с холодной ювелирной эмалью. То есть так, чтобы мы, вы технику эту уже видели, чтобы мы уже ее могли переменить на практике, то есть как это выглядит уже непосредственно на работе, как это должно правильно выглядеть, потому что, тем не менее, мы видим, да, у некоторых наших учеников какие-то ошибки получаются, это нормальная ситуация, все мы учимся, все делают ошибки, мы как раз про них тоже будем говорить. Времени у нас будет много говорить, пока будем работать, будем одновременно и говорить, какие-то ошибки обсуждать, какие-то там вопросы и все остальное. Мастер-классы у нас традиционно проходят в выходные дни, в субботу, воскресенье, в нашей студии. Мастер-класс будет проходить с двух до восьми часов. Так что будем рады вас всех видеть, кто захочет к нам записаться, можно написать в личные сообщения, либо позвонить, мы там более подробно расскажем, если вдруг какая-то нужна информация. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok